нуклеотидная замена в гене IDH1. Та самая нуклеотидная замена в том же самом гене IDH1, которая характерна для взрослых глиом. И фактически это является подагномоничным критерием для различных хрящевых саркомов из этого диагностического ряда. Интересно, что вторично при развитии хондросарком присоединяются мутации в компонентах сигнальных путей ретинобластомы, хеджхог и мутации в гене коллагена, которые по отношению к IDH присоединяются вторично. Для отдельных хрящевых опухолей, таких как остеохондрома, характерна гомозиготная потеря гена IDX1, а для мезенхимальной хондросаркомы и экстраскелетно-мексоидной хондросаркомы характерно образование химерных конструкций с участием этих генов. Прошу обратить внимание, что одним из них является вышеупомянутый ген EWSR1. И буквально два слова, не только теоретической, но и практической части, это я бы хотел поделиться с вами первыми результатами нашего совместного с японцами исследования по недифференцированным саркомам. Сюда, честно скажу, вошли и костная недифференцированная саркома, и мягкотканная недифференцированная саркома. И к ним мы применили достаточно такой агрессивный подход в плане молекулярных исследований и получили достаточно интересные данные. Не буду останавливаться на исследуемых образцах. Скажу только, что были применены молекулярно-генетические критерии исключения. То есть мы исключали саркомы Юинга, синавиальные саркомы, Юингоподобные саркомы. Соответственно, для веретиноклеточных опухолей, если это были перестройки СИД, ФОКС-1 и так далее. Для анализа был применен метод NanoString, все тот же, о котором я говорил, который позволяет проанализировать экспрессию примерно тысячи различных генов, которые распределены по 13 основным онкогенным сигнальным путям с последующим картированием величин экспрессии этих генов на схемы сигнального пути. И что оказалось? Что когда была применена неконтролируемая кластеризация величин экспрессии этих генов, можно заметить, что фактически такая очень гетерогенная сборная солянка, недифференцированная саркома, куда по остаточному принципу патологи отправляют на то, что никак по-другому не может быть описано с достаточно большим количеством антител в панели иммуногистохимии, оказалось, что экспрессионно вот эту группу можно разделить на четыре вот такие вот кластера, последние из которых достаточно близки друг к другу. И что оказалось, когда была проведена оценка дифференциальной экспрессии генов внутри этих кластеров, в качестве референса мы взяли наиболее многочисленный 3B кластер, оказалось, что, например, опухоли, которые попали в первую группу, с точки зрения молекулярного профиля, они являются наиболее агрессивными, они экспрессируют огромное количество генов, которые соответствуют различным каноническим антогенным сигнальным путям. Это сигнальный путь RAS-RAF-MEG, это фосфоэназитол-трикиназа, это сигнальный путь MAPC, MTOR и так далее. Если говорить о второй группе, здесь уже картина несколько иная, то есть есть отдельные гены, которые гиперэкспрессированы в этой группе, но есть экспрессия генов, которые подавлены. Если посмотреть на те гены, которые подавлены, то это гены, которые характерны для индукции апоптоза, а если говорить о вот этих вот генах, это активация сигнального пути WNT. При всем при этом во второй группе по сравнению с вот этой наиболее многочисленной третьей группой не была определена активация канонических сигнальных путей, как тот же самый RAS-RAF-MEG, MTOR, MAPC, P3-киназа, КТ и так далее. И те опухоли, которые были экспрессионно наиболее близки друг к другу, 3A и 3B кластер, оказалось, что тем не менее 3A по сравнению с той группой, которую мы взяли за референс, обладает, так скажем, по уровню активации сигнальных путей, возможно, меньшим антогенным потенциалом, потому что многие компоненты классических, канонических, так и неканонических, кстати, анкогенных сигнальных путей оказались подавлены в этой группе. Соответственно, сейчас задача стоит скоррелировать эти данные с клинической картиной этих опухолей, частично мы заметили корреляцию с морфологической картиной, и достаточно большая работа в плане корреляции с иммунофенотипом этих опухолей. Видно, что вот эта схема, которая показывает, наиболее такая массивная схема, которая показывает различные сигнальные пути, которые могут встречаться в опухолях, и просто pathos and cancer. И видно, что большинство из клеточек окрашены синим, что говорит о снижении экспрессии этих компонентов. Соответственно, мои благодарности тем людям, которые принимали участие в данной работе, и огромное спасибо вам за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok